здравствуйте нынешним летом мне понадобится несколько домашних платьев они должны быть в общем удобными для занятий домашним делами вот это платье станет первым у него очень большая оборка которая прекрасно подойдет для расширения дорогие зрители подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик и получайте уведомление о публикации моих новых творческих проектов после распарывания изделия я получила готовую переднюю и заднюю половинки и еще две длинных широких полосы из отглаженной оборки моделирую переднюю половинку срезаю фигурный вырез верхней части детали длина моего платья от плечевого шва до колена должна быть около 110 сантиметров раскладываю портновскую ленту на материале отмеряем по низу 110 сантиметров смотрю сколько сантиметров не хватает верхней части 22 сантиметра отмеряю на бумажной выкройке 22 сантиметра отчерчиваю перпендикуляр к вертикали платья отрезаю кокетку вытачку оставшуюся в пройме я не буду закладывать а распределю по сборке теперь задняя половинка разница в высоте полочки и спинки составляет 4 сантиметра настолько задняя половинка платья должна быть короче перед ней выравниваю верхний край полотнище 110 минус 4 106 этой цифрой я кладу портновскую ленту на нижнюю кромку детали смотрю сколько сантиметров не хватает вверху детали 19 сантиметров на бумажной выкройке от плеча откладываю 19 сантиметров черчу горизонтальную линию отрезаю кокетку это будет летнее платье поэтому я его сверху открываю на выкройках кокеток сокращаю плечевой шов от горловины на 4 сантиметра и от проймы на 4 сантиметра горловину полочки опускают до низа кокетки и выравниваю пройму отрезаю лишнее подписываю пройму и горловину чтобы самой потом не перепутать на спинке платья уже есть обработанный вырез поэтому я его на кокетке просто продолжу укладываю сложенную вдвое деталь вдоль линии на столешнице вдоль этой же линии укладываю выкройку кокетки соединяю точки углубления горловины на плечевом шве с вырезом на платье подписываю горловину отрезаю лишние горловины и от проймы это деталь лифа платья на ней как раз помещается выкройка кокетки спинки прикалываю очерчиваю вырезаю выкройку кокетки переда раскладываю на сложенные вдвое части оборки прикалываю очерчиваю вырезаю так как часть горловины на спинке уже обшита косой бейкой мне нужно присоединить к ней кокетку с уже обработанной горловиной поэтому я сначала соединяю кокетки в плечевых швах сострочила плечевые швы отстрочила края горловины укрепляющей строчкой теперь ее надо немного стянуть чтобы край прилегал к шее и груди вытягиваю несколько сантиметров нижней нити образовавшиеся сборки распределяю равномерно по строчке половинка горловины укоротилась на пару сантиметров точно также присобираю вторую половинку проверяю чтобы края горловины имели одинаковую длину теперь ее нужно обшить косой бейкой подходящего цвета у меня нет но зато есть разноцветные остатки вот я их сейчас и пущу на отделку этого платья оно ведь домашнее заодно избавлюсь от залежавшихся обрезков приметываю бейку кромки горловины концы ленты не прячу они потом сами спрячутся в шве притачивания пристрочила бейку теперь соединяю кокетки с основными деталями у передней половинки платья намечаю серединку складываю переднюю кокетку с передним полотнищем лицом к лицу совмещаю кромки начинаю скалывать детали от центра состыковываю края горловины наложу один ролик на другой в процессе пришивания они чуть разъедутся и улягутся в нужный мне вырез мысиком удивительное совпадение ширина нижних кромок кокеток и верхних кромок платья идеально совпало редкий случай неожиданно это хорошо не придется ничего подрезать сметываю детали соединяю кокетку с задним полотнищем складываю рулик с руликом скалываю и снова бинго длина кромок совпадает до последнего миллиметра повезло же сметываю детали сострачиваю при шитье использую машину иглу джерси она предназначена для трикотажа не делает в материале дырочек и стрелочек дорогие зрители если вам близка тема переделки одежды маленьких размеров в одежду больших размеров присоединяйтесь подпишитесь на канал нажмите колокольчик чтобы youtube вас немедленно уведомлял о выходе новых видео вот такая декольтированная спинка у меня получилось будет не жарко чтобы припуски не топорщились под платьем я их отметаю и отстрочу вниз заодно и шов сделаю прочнее теперь бачок платья мне нужно добавить к нему пройму и расширить на несколько сантиметров в бедрах для расшивки я использую тот же кусок оборки его длина как раз достаточная для выполнения поставленной задачи я разрежу отрезок на две полоски которые вошью в оба бачка для удобства работы сложила отрезок пополам расчертила линию середины разрезала по ней теперь одну полоску складываю лицом к лицу с полотнищем платье прикалываю сразу же скалываю и второй шов чтобы если они не совпадут по длине выровнять потом сметываю со страчиваю все четыре шва теперь складываю платье бачок бачку по низу и в пройме определяю нужную глубину проймы с помощью бумажных выкроек беру выкройку спинки совмещаю верхний срез выкройки со швом кокетки рисую по ней на вставке низ проймы точно так же совмещаю с платьем выкройку полочки отчерчиваю вырезаю образовавшийся на вставке полукруг получились проймы сейчас я отстрочу их укрепляющей строчкой перед обработкой бейкой тяну нижнюю нитку строчки сборки распределяю равномерно по кромке проймы на полочке их должно быть больше в них заложена грудная выточка на спинке сборки нужны только для обеспечения хорошего прилегания проймы стянула обе проймы проверила чтобы они были одинаковыми а теперь можно обшивать разноцветными остатками бейки концы лент соединяю прямо на пройме отрезаю конец ленты с припуском пару сантиметров подгибаю на сантиметр внутрь накладываю поверх начала приметываю вот такие прикольные разноцветные проймы у меня получились зато я освободила полку от старых запасов пора делать новые теперь обработка низа изделия делаю двойной подгиб узкие сантиметра полтора два и последний этап домашнее платье обязательно должно иметь карманы их я вырежу из второй половинки оборки однако кромка оверложена это очень кстати я ее использую для входа в карман подогнув один раз отстрочила вход в карман подгибаю остальные три края надев платье отметила на себе линию удобного входа в карман под линейку нахожу линию второго входа вкладываю внутрь платья книгу раскладываю сверху карман прикалываю булавками приметываю также закрепляю второй карман оба кармана пристрачиваю готово вот такое домашнее платье у меня получилось простое легкое открытое совместительными карманами которых вихре пятнышек совсем не видно платье свободное в проймах не мешает делать никакую домашнюю работу даже самую физически активную разноцветная окантовка в глаза не бросается мне нравится если вам тоже лайкните видео и подпишитесь с колокольчиком благодарю за просмотр до встречи